Всем привет! Сегодня поговорим с вами о купании карел зимой. Плюсы, минусы, но в основном одни плюсы. Итак, идем за водой. На дворе зима. Будем купать карел. Вот таким образом нам понадобится обыкновенный распылитель. Сейчас мы идем к попугаям и все вам продемонстрирую. На вот такую бутылку воды можете добавить обыкновенной соды, чайных ложек штук 5-6. Это придаст оперению птиц, блеск и красоту. Также в воду для купания попугаев можно добавить аптечную ромашку. А аптечную ромашку делайте как, ну допустим, один пакет на кружку, вот в такую. Если у вас полтора литровая бутылка, туда примерно нужно будет три пакета ромашки. Ромашка придаст вашим попугаям чистоплотность, погоняет всяких пироедов, пухоедов. Итак, берем обыкновенную брызгалку. Вода должна быть примерно комнатной температуры, можно слегка-слегка теплой. Итак, я вам сейчас продемонстрирую, как попугаи реагируют на купание. Купание будет происходить просто-препросто. Мы берем и струей стреляем в попугаев. И вы посмотрите, как они реагируют на эти вещи. Многие спрашивают, можно купать попугаев, нельзя купать попугаев. Кто не в курсе, можно начинать с таких вот ванночек. Небольшой дождик делайте. Мы сейчас с вами посмотрим, как перед нами будет... Вот видите, это ему вроде как нравится, вроде как не особо. То есть птицы разные, по-разному реагируют. И вы в домашних условиях делайте вот так почаще. Можно раз в день такой небольшой душ делать попугаем. От этого им будет только счастье. Особенно в зимнее время, потому что зимой влажность воздуха низкая. Перья пересыхают. И птичке особо некомфортно. Особенно надо обратить на такой душ внимание разводчикам, которые держат... Ну или просто любителям птиц, которые держат попугаев. Вот видите, поближе подошел. В квартире, которые держат. Квартирщики называемые. Вот как нам нравится, видите. Так, смотрите реакцию следующей пары. Все реагируют абсолютно по-разному. Кому-то нравится, кому-то не очень. Кому-то очень нравится. Вот этот попугайчик прямо аж и улетать не хочет. Допустим, ванночки с содой можно делать раз в неделю. Ванночки с ромашкой можно делать почаще. А простой водой вообще можно каждый день купаться. Но содой лучше делать, когда птица линяет. Когда у нее перо новое преобразуется, тогда лучше. Водичку надо делать комнатной температурой. Можно немножко теплее. Так, и еще третья пара. Показательное выступление. Я бы сказал, показательное купание. Мне пришла такая идея показать следующее видео, потому что много людей обращаются с вопросами, а можно ли купать. Друзья, купать можно, но не каждая птица будет купаться. Просто потому что, возможно, там, откуда птица пришла к вам, ее никогда не купали. И вы можете вот таким дождиком брызгать на своего питомца. У него будет возможность убежать, потом снова прибежать. Главное, старайтесь это делать сперва аккуратно, чтобы птицу не испугать. Потому что, если птица испугается, потом долго будет, долго и сложно наладить контакт, чтобы она пошла на такие вот купания. После такого дождика можно будет делать, допустим, в тарелку воды налили, ладонью подошли, воды набрали, на птичку побрызгали. Птичка сообразит, что там купание, и будет купаться сама в тарелочке. Ну, мне вот так удобно, струйкой побрызгал на всех. И все довольны, и все хорошо. Так, мы посмотрели с вами реакцию трех пар. Сейчас вот у нас еще четвертая пара есть, смотрите. Немножко самец испугался. Сейчас они успокоятся. Ну, таким образом можно купать птичек, мочить ихние перышки. Перышки от этого только становятся лучше. Можно, конечно, показать еще и розел. Но розелы слишком... Ну, попробуем сейчас, покажу вам, как розелы купаются, что из этого выйдет. Вот так купаются розелы. Вот именно эта пара, они очень такие... Я бы сказал... Неугомонные, что ли. Еще и камеру боятся. Вот так вот. Вот после купания попугаи сидят мокрые. Вытирать их не надо. Они сами высохнут. Обчистят все свои перышки. Вот, смотрите, этот прям сильно мокрый. В некоторых аптеках продаются специальные шампуни для перьев, для попугаев, для перьев птиц, для пера. То есть, там всякие разные добавки, назовем их шампунью для воды, которые не являются ядовитыми и безопасными для птиц. Можно добавлять такие шампуни в воду и таким же образом купать своих попугаев. Ну вот, видите, как он довольный сидит. Умел бы говорить, наверное, бы сказал спасибо. А так, по крайней мере, он, видите, небольшой поклон сделал. Так, и третья пара, сейчас посмотрим. А эти держатся подальше. Видимо, не особо им понравилось купание. Нет, просто птицы у меня не ручные, поэтому они вот так по-разному. Кто-то ближе, кто-то близко позволяет подойти ко мне, кто-то держится на расстоянии. Но вот эти, мне кажется, больше всех накупались. Прямо смотрите, мокрые. Вот эта вот серая самочка, а белый самец. То есть, надо сказать, что в купании нет ничего сложного, нет ничего страшного. Помните то, что когда начнете купать, первые выстрелы с этого прибора, который называется брызгалка, первые выстрелы делайте такие, знаете, ну слегка, не прямо полной струей. Бахать, стрелять, чтобы птица слетела с жердочки. А так слегка, допустим, на хвостик, потом на спинку, там на крылышко. И птичка так осмотрится. Все, она поняла, что это началось купание. И будет, некоторые птицы даже так вот немножко прогинаются, растопыривают крылышки. И наслаждаются водичкой. То есть, вот такие вот дела. Вот видите, ему надо поближе подойти. Сейчас попробуем его побрызгать. Еще раз повторюсь, то, что в зимнее время года очень полезно делать такие купания. Потому что очень пересыхают перья у попугаев. Все-таки эти птицы, они родина ихняя, там повышенная влажность, жара. А мы их держим в квартирах, и перышки у них пересыхают. А когда перо пересыхает, возможно, появляется зуд по телу, птица начинает чесаться. При этом выщипывает некоторые перышки. То есть, недостаток влаги и редкие купания, а порой полностью отсутствует купание, приводят птицу, допустим, к несвоевременной линьке. Или в связи с зудом птица начинает выдергивать перья. А если птица, допустим, один раз выдернет перо, ей это понравится. Потому что она, когда выдернет перо, она начнет его жевать, грызть, допустим. Это может прийти в дурную привычку. Некоторые попугаи таким образом начинают сами себя ощипывать. И тогда владельцы начинают бить тревогу, бегут к докторам. Доктора говорят, давайте нам платите за это, платите за то, а мы вам будем лечить птицу. Некоторые говорят, что это стресс, надо психолога попугаю. А попугаю нужно побольше баловаться, побольше игрушек, побольше таких вот разных водных процедур. И будет все у ваших попугаев хорошо. Так что подписывайтесь на канал. Всего хорошего. Продолжение следует. До скорой встречи.